Ха-ха-ха-ха-ха-ха... Кошмар, сур, абсолютно! Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети? Почему бы не начать делать окопные свечи? Мне чего защищать? Воду в крайней цене нефти? Или Роснефть? Или Газпром? Или кого мне? Или партию Единая Россия? Мне надо защищать, которую я разорвать готов. Кто погиб на войне, все равно попадает в рай. Потому что благодаря нему, мы живем над мирным небом. Точнее, подмирным образом. Судей в Мариуполе нет, как сказали предыдущие люди. Судей у нас не работает. Судей в отпусках и на больничных. Наши гражданские дела не рассматриваются по факту. Я прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? А русские везде-то падали. Кто, если не мы? Из школы я хочу убрать урок английского. Он бесячий. Правильно, потому что что? Потому что в России нет места кому? Чокам. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это свежий выпуск російської антипропаганди. Кринжатини, их вкидев, наративи, ну и, конечно, брехни. Бо что? Бо правильно, россияне брешут каждый раз, как только открывают свой рот. Мы собрали для вас філігранную подборку всего того, что лучше демонстрирует сучасную российскую федерацию, ну и уровень их зашкварей. Путину доверяюще. Путину? Путину и Крестини. А почему именно Путину? Ну, я его постоянно по телевизору вижу. Это единственная причина? Да. Называть доверие. Скажите, пожалуйста, а есть какие-то общественные деятели или политики, которым вы доверяете? Да, Путин. Путин. А почему именно Путин? Ну, потому что поверять не мог, а взрывом над мирным небом. Точнее, под мирным небом над мирным небом. Угу. Да. Почему? Скажите, пожалуйста, есть общественные деятели или политики, которым вы доверяете сейчас? Затрудняюсь, но в одни молодежи Путин. Ага. Можете сказать именно почему? Все время он сделал большое вражение в страну, говоря простым сирийским языком, поднял страну в школе. То есть поднял экономику. Угу. А можете привести пример, каким образом? То есть что стало лучше, на ваш взгляд? Во-первых, начали выплачивать пенсии, да, что не было в советское время. А во-вторых, очень много рабочих мест появилось. То есть, и плюс он финансирует новые идеи тех же индивидуальных предпринимателей, да, которые только начинают свою деятельность. То есть в мире бизнес. Угу. Разговор о важном. А вот мы предлагаем, а может быть, сделать еще и важные дела в школе. Ну, например, почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети? Почему бы не начать делать окопные свечи? И многие другие полезные вещи для наших воинов СВО. Есть очень интересная инициатива, как раз вот нашей коллеги, Яны Валерьевны Лантратовой, снять такие небольшие видеосюжеты, где наши бойцы на специальной военной операции отвечают на очень простой вопрос. За что вы сражаетесь? Ну, как-то проснулся, с утра встал, поехал в военкомат, никому ничего не сказал. Захотел защитить Родину. Много смотрел видео, что творится, и сделал такое решение, принял, как бы, назад уже не хочу, уже все сделано. Ну, каждый решает свой выбор, каждый видит ситуацию, что происходит. Каждый должен идти по зову сердца. Мне давненько уже говорил, что я хочу защищать тебя, семью, родителей, кто, если не мы. Ребят, желаю вам всем победы, чтобы вы все вернулись живыми, здоровыми. Мы вас все ждем, любим. Вы гордитесь своим мужчиной? Очень. Это же тотальная безграмотность. Тотальная безграмотность. Смотрите, что пишет Ньюсвик. Тоже интересная такая заметка, да, по поводу вот этих самых ракет. Есть у нас, да? Давайте посмотрим. Американские ракеты, значит, АТАК МС могут появиться на Украине на следующей неделе. Теперь вот дальше текст. Смотрите. Их планируется уничтожить, поэтому их балансовая стоимость 0 долларов. Стоимость уничтожения значительно по сравнению с доставкой на Украину. Это смертельно и бесплатно. Я понял это так, что это какие-то списанные, что ли, ракеты. То есть их отдать Украине значительно дешевле получается, чем их утилизировать, что ли? Это не первая поставка. И мы помним, говорили о так называемых кассетных бомбах и так далее, снарядах, когда надо было утилизировать. И С-300 поставки из европейских стран тоже с дефектами и так далее надо ремонтировать. С-300 это ладно, просто так долго говорили про эти ракеты. В итоге что? В итоге просто списанные ракеты? Вы знаете, ничего удивительного. В чем смысл тогда? Во-первых, они не верят в то, что какая-то будет победа и результат. А поэтому на вам, боже, что не гоше. Отдают все. И, безусловно, говорят, мы же вас поддержали. Ведь самая главная поддержка отсутствует. Знаете в чем? Зеленского спрашивает, а где люди? А где люди? Ты людей посылай. Он же сегодня посылает не технику на минные поля, а реально людей. Да, там они поменяли тактику. Да, и на сегодняшний день потери страшные. Ну, я вам скажу так вкратце, что, знаете, танки грязи не боятся, это не про Абрамс. Это не про Абрамс. Мы смотрели видео и так далее. Абрамс грязи боится. И снега боится, грязи боится. Второе. Все-таки это то, о чем можно было бы сказать вкратце так, что поможет как покойнику при парке. Почему? Потому что даже Буданов и многие там военные говорят, такое количество не решает задачу. А вот смотрите, у меня нет Буданова, у меня есть подоляк, да. Вот ровно про это. Давайте послушаем. Даже когда мы получим Таурус, а мы их получим, даже если мы получим Абрамс, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет. Да, дальнобойности этих ракет. Второе. Буданов сказал, что мы будем очень аккуратно их использовать. Что значит? Продумывать каждый шаг. Но если горит Абрамс, это горит военно-промышленный комплекс, это все-таки бренд, да? Кто же будет покупать, если уже до этого горят леопарды и так далее. Поэтому они будут беречь, как бы они есть, но будет максимально. Но их эвакуация очень даже сложная. Я в военных спрашивал, они говорят, эвакуировать подбитый танк, это будет проблема, особенно в осенне-зимний период. А теперь вопрос идет о другом. Вы знаете, вот что сейчас они ставят как задачу? Мне кажется, что Блинкин ее сформировал очень точно. Ведь все вопросы, связанные, так сказать, извне, они подчинены главному вопросу внутри, это выборы. Вот 15 января, это та точка, когда начнется праймерис в Америке, и Байдену надо выходить. Что, о чем они договорились сегодня, на мой взгляд? Блинкин, который приехал, проинспектировал, сказал, три варианта есть. Это победа России неприемлема, ибо это наше поражение на выборах, в целом демократов. В наступлениях или констных наступлений никакого нет. Но Зеленский, когда туда приехал, перед тем, как попросить денег, сказал, мы 2-3 города возьмем. Мы зимой не будем прекращать. Ну, есть еще время, 2-3 города. И третий вариант – это заморозка, конфликт. Но Блинкин сказал интересную вещь. Если Россия попросит о переговорах, Украина поддержит. Не, Украина первая побежит. Не, он сказал, Украина согласится, я так думаю, а мы поддержим. Підпишите на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других зручных платформах. Реквізиты в описании. До новых встреч и до видео. Продолжение следует...